Субтитры сделал DimaTorzok Он побочал побо-ес. Кировой мудак. Задачно скунца и пива. Он самый злой геймер, которого дай вас слышали! Он злой нинтендо нертв. Он злой аутарий сыгно-эрд. Он злой ботаник видео-игр. Жизнь в скале я ненавижу эту игру для начала я не ожидал много оба тайный замок майлона если ты не знаешь что такое майлон, но это тайный тайный замок майлона это огромная игра, это не майон или мега человек или макалomm Jackson, это поста майлон или миллион миллион, кто угодно кого это волнует так что возможно это не она из самых знаменитых Игры NES, которыми все владеют своей коллекцией. Нет, это была та игра, которую вы арендуете в магазине видео на выходных. Вы играете в неё около 5 минут, вы застреваете, а потом весь ваш уикенд потратен впустую. Это разочаровывает, потому что это похоже на нормальную игру. Это просто скволер, где ты пытаешься спасти принцессу. Основные вещи. Первое, что меня безрекотно, это оружие. Почему БЦИ? Почему не меч или волшебные молнии, или огненные шары, или пистолет, или неопределённые пиксельные куски Дима, чертовски, всё, кроме ПЗА. Что это за игра? Для маленьких девочек, кроме того, они отстой. У них короткий радиус действия, и они всегда направлены под углом, что сдруняет попадание в цель. Если вы не держите депад, самым образом, это трудно объяснить. Контроль не худший, который я испытал, но он чувствует себя жёстким. Как только вы выпускаете депад, Майлон останавливается на месте. Таким образом, менее чем через 30 секунд в игры вы падаете в точку, в которую вы не можете идти дальше. Вы можете быстро прыгать, пока крови не вернутся домой, и вы не окажетесь там. Это когда вы либо включаете игру, либо обнаружите, что многие используют пузыри, чтобы развивать открытые камни. Вот это и. Вот так же. Вы должны разбивать камни, чтобы на эти деньги, ключи, двери, и всё. В прямом смысле, ничего не видно. На настоящей достатной цели вы не можете сказать, какие камни можно сломать, а какие нет. Такой хорошей игры, как Зельда, в тене всегда есть трещина, оказывающая, что она что-то есть. Но в плохой игре, потом на этой, у вас нет выбора, кроме как слепо пускать пузыри в тему, что вы видите. Вы знаете, на что это похоже? Да, вы делаете. Это как Саймонс Квест, где вы должны бросать всю эту воду, вот всё. В чём смысл? Там нет смысле него процесса, вы просто взбываете блоки. Хочу так же, как Граунд снижает все ваши мозговые клетки. Но даже когда не займёт много времени, чтобы узнать, что вы застряли. Я покажу тебе небольшой тур, вот первая часть игры. Вы можете исследовать всё за пределами замка, но пока вы не можете подняться на второй уровень. На данный момент, всё это у вас есть, это дверь и окно. Феррид ведёт в комнату, в которой нет ничего интересного. Единственное, что здесь интересно, это территория с кучей денег. Ну как что-то из них ударил, как будто гранамельно смыраться над тобой. Эй, ты хочешь или деньги? Не так ли? Ты хочешь или деньги? Да, ты хочешь или деньги? Да, ну ты не сможешь. Итак, вы взбираете кучу влогов, вы находите ручь, затем вы открываете дверь, выпуская воздух. Итак, вы используете ключ, чтобы вы влоги в дверь, и после всех этих неприятностей, куда вас это приведёт? И они скрошут дверь, в которую вы вошли. Итак, весь смысл этой двери, первой двери, это полный тратный имя. Второй дверь, магазин. Есть только один предмет для продажи Shrink Potion. Сжиматься, когда касаются перчатки. Какие перчатки? О, это перчатка, что там бактусские перчатки, которые заставляют тебя, уменьшаться? Конечно, что угодно. Затем он также даёт вам подсказки, такие как, кристалл обладает таинственными способностями. Хорошо, так как это мне поможет? Теперь я знаю, что я ещё пилу. Очевидно, что если я найду что-то похожее на пилу, я всё равно получу это. Тогда мы идём в окно. Здесь пустая комната. Там нет ничего, кроме двери, и вы не можете войти в дверь. Конечно. В игре даже нет любезности сообщить вам. Небольшое сообщение было бы хорошо. Третья и последняя дверь ведёт другую комнату. А я хотел бы отметить здесь, что как только вы выходите в комнату, вы не можете выйти обратно. В общем, вы в ловушке, и у вас нет выбора, кроме как продолжать. Достаточно бессмысленно, что для того, чтобы появилась дверь, нужно выбросить пузырьки в воздух. Но посмотрите, как это должно быть. Я стреляю в пузырь, прямо там, где дверь. Ничего не прошло, я должен стоять только один пробел над ним. Пока пузырь идёт, где дверь. Почему это важно? Но даже когда дверь заперта, так что вы должны найти ключ. Даже если вы знаете, где находится ключ, это появление другая история. Я знаю, что это там, почему он не показывает себя. Если я уйду и ещё немного побреду, я вернусь, и вот оно. Я всё ещё не понимаю, как заставить ключ появиться. По сути, игра говорит мне, чтобы получить дверь и ключ, нужно просто потратить достаточно времени. Тогда куда я ведёт дверь? Прямо через ту же чёртову дверь, в которую я вошёл? Что ж, если вся цель этой комнаты найти выход обратно, почему вы не можете быть там, и я начал, чтобы спасти все неприятности? Всё в тупике. Как они разработчики? Я шейгу, где у вас есть дверь, которые ведут в комнату, где ведут в тем же дверь. Это дверь, который не имеет конца. Так вот, когда вам нужна сила Nintendo Power. Это так и ходит, как вы видите другую, но вот ты должен видеть наш Голорал, глупые и маленькие, из десяти. Это разделся, как эта информация. Обычно это всё о читах. Голго 13, выбор цены, ходят за шпионов, начни со всего оружия, волшебники и воины, выходи в волшебнике, Майо 2, коротки Ботикбирда, Тайный замок Майлона, начало работы. Это не чит, но только как играю в эту чёртову игру. Основные правила игры нуждаются в Nintendo Power. Это чё? Итак, вот сделка. Это пустая комната, ты должен бороться с демоном. Демон не прикручивает в будущую военную обувь, которая также поможет с этими труднодоступными местами. Но где вы берёте вбросить свою семью обувь? сначала вы выбрасываете эти блоки затем вы нажимаете один блок который не ломается одно и то же почти невозможно выяснить сначала вы не понимаете что можете толкнуть блок потому что она на это ходит изгонды это не похоже на толчок мило он просто бежит против этого но это не все затем вы должны стрелять в пустое место где раньше был блок проявляется секретная дверь и там вы можете косметь весеннюю овощь как это может быть секретным если за это в эту штуку необходимо взять чтобы продвинуться в игре вы должны рассматривать каждый последний дюйм всего замка если разбить его на каждый пространство который может быть скрытый идеей это примерно две тысячи срок места на экран если вы просчитаете все блоки которые могут нуждаться помещений скажем 120 и это примерно четыре экрана по комнату это всего 2000 возлюбленных языков которые вы должны выбросить чтобы обойти первую нить замка вот это да вау итак вот когда у вас есть все необходимые предметы вы возвращаетесь в эту пустое комнату и теперь появляется первый босс это когда вы начинаете понимать как быстро ваша энергия может быть иссощена в большинстве игры когда вы получаете удар вы моргаете на какое-то время остановясь на невосприимчивом крону но в этой игре вас можно убить практически мгновенно когда убьете босса шар падает это что кастливание должен ли я бросить в нее дубовый колл так вы приходите второй уровень замка здесь тайна и рассеянность только ускоряется есть колодец который будет полностью темный и комната полная со смертельного огня вы никогда не знаете куда вы должны идти первыми так что что же нам делать в этом выпуске есть раздел голубых консультантов и ответы на вопросы геймеров почему советник потому что ты должен нуждаться в консультации после того как закончится этим дерьмом так что давайте посмотрим на что это говорит че за че я постоянно занимаюсь своими делами когда молния начала падать в конце цвета не должно быть беспоопасным местом представьте если бы было в его игре и не выходили из никакой мере ни карты и не надо юмон начинает его сликовать на крайней мере у него есть функция пауза так что тебе нужен фонарь чтобы бродить через темную комнату он нужен у меня лучший защитный желез чтобы бродить через эту комнату огня вы должны пройти через секретные сцены и некоторые из них требуют уменьшения в размере теперь я действительно теряю терпение эта принцесса может пойти итак вот второй босс руль веганскую какашку который разбил паровой каток так что давай ты кусок дерьма он у меня мертв титул на экран ладно я должен был сцены продолжить какие вы возвращаетесь к началу нет продолжается нет лишних жизней что это ты умеешь один раз помню что начало игры это величайшее скобление для мира игр и вы даже не начинаете с полной энергии мол хотя бы есть один или другой должен быть код давай проверим это так если код продолжения удерживайте левый нажмете старт ну это действительно просто но если бы вы это не знали вы бы облажались тайный замок майлона похоже на дерьмовый засранец майлона может это может быть хороший год но вместо этого они просто чертовски процепали я не могу поверить что хадсон повесил название своей торговой марки вы можете найти пчелу гудзона и есть буквы которые пишут гудзона так что я думаю что это проговорите своими они должны быть очень гордились этой игрой я тоже потому что он убил больше клеток мозга чем я мог себе представить вся игра снова на секретах но есть мир разницы между скетом и просто чертовски невозможно это игру это игру это игру